Очень интересно, что в 20 веке был такой итальянский историк Карло Чипоула, который целую книгу написал, называется «Фундаментальные законы человеческой глупости». И в его книге он интересно показал, чем глупость отличается от зла, то есть чем глупый человек отличается от злодея. И он, я в виде таблицы покажу, и он взял здесь зло, например, если мы возьмем зло или злой человек, а здесь глупый человек. И вот он рассмотрел это в двух сферах. Первое – это общественное влияние общества. А второе – личное, как вот на самого человека это воздействует. И он говорит, злой человек, злодей, преступник – это тот, кто стремится к личной выгоде, к личной пользе, используя других. То есть ему все равно, так будет обществу. Это может быть во вред обществу, лишь бы мне было хорошо, лишь бы для меня была польза. Так вот, в отличие от злодея, глупец, у него как общества толку нету, так и ему лично никакой выгоды за счет его дел точно так же нету. То есть глупец делает плохо и другим, и себе. Очень интересно, что если мы берем мудрого человека, чем отличается мудрость? Мудрый человек – это тот человек, который и для себя делает пользу, и для окружающих его. То есть и для общества, и лично для него есть польза. И поэтому он говорит, что глупость – намного более опасный враг, чем зло. Потому что со злом можно сражаться. Зло как-то явно, очевидно. У зла есть свои какие-то конкретные корыстные выгоды, корыстные какие-то у него есть свои цели. У глупца же с глупцом намного труднее сражаться, чем со злодеем. Потому что борьба с глупостью намного более тяжелая. Интересно, что до Чипола был еще один протестантский пастор, думаю, известный многим, Дитрих Банхёфер. И Дитрих Банхёфер точно так же смотрел на то, что происходило в Германии в его годы, а это было время Третьего рейха. И он с удивлением обнаруживал, как огромное количество людей скатываются в глупость, скатываются в пропаганду, скатываются в какое-то мракобесие. И он тоже удивлялся, почему эти глупости буквально подвержены все. Вот я вам прочитаю то, что Дитрих Банхёфер писал, причем он об этом много писал, когда уже находился в тюрьме незадолго перед своей гибелью. И вот Банхёфер писал, глупость более опасный враг добра, чем зло, так как со злом можно бороться, его можно разоблачить. А против глупости мы беззащитны. В отличие от зла, глупость – порог, который большинство не воспринимает всерьез. То есть глупость, читая книгу-притч, мы видим это порог, а мы чаще всего воспринимаем это просто как какой-то такой небольшой недостаток, ну вот не повезло, глупый как-то человек, или там что-то не понимает он, что-то до него не доходит. И, конечно же, у этой темы есть очень много граней. И когда мы читаем книгу-притч, я говорил там более 80 стихов, которые посвящены глупости, там есть разные сферы. Но интересно очень, Банхёфер, когда размышлял о глупости, то он увидел, я вот его прочитаю еще одну цитату, «Замкнутые и одинокие люди подвержены этому недостатку, то есть глупости, реже, чем склонные к общительности. Поэтому глупость представляется скорее социологической, чем психологической проблемой». То есть, видите, Банхёфер показывает, что чаще всего этот порог приходит, когда люди находятся все вместе. То есть, находясь в социуме, и в дальнейшем исследования показали, люди глупеют словно, когда люди отказываются в толпе. Человек в толпе, его уровень не повышается, а наоборот, понижается. В толпе люди не умнеют, а глупеют. И поэтому Банхёфер, когда он увидел это, что часто люди, имея образование, имея даже научные степени, вели себя как безумцы, вели себя как глупцы, он пришёл к такому выводу, что глупость – это скорее даже не столько личный порог, сколько общественный порог. Знаете, когда люди находятся в массе часто, они отказываются лично думать, они доверяют толпе, они доверяют тем идеям, которые так или иначе гуляют в толпе, и просто идут со всеми по течению. Даже вот вы знаете, у нас в жизни, когда мы с супругой, с Дианой, любим иногда ходить в лес, гуляем в лесу, я обратил внимание, что когда мы идём вместе, и Диана идёт со мной, она любит ещё сама ходить, ягоды собирает, иногда мы ходим вместе. И вот когда Диана ходит со мной, она ходит с тем, кто рядом муж находится. И она идёт со мной, я иногда люблю её спрашивать, говорю, Диана, говорю, послушай, говорю, а куда нам сейчас идти домой? И я говорю, куда вот нам идти домой? И она очень часто показывает совсем в противоположную сторону. Я говорю, послушай, говорю, ну как вот ты не знаешь, если бы ты была одна? И она мне говорит, послушай, если бы я была одна, я, ну, ориентировалась бы, я бы думала, я смотрела бы там, откуда я пришла, куда мне надо уходить. А когда я иду с тобой, я расслабляюсь, я иду с мужем, он знает, куда идти, мне голову этим занимать не нужно. И поэтому, говорит, я иду так свободно. То есть смотрите, очень часто точно так же и мы, когда мы находимся со всеми, там с людьми, с толпой, а что нам самим искать? А что нам самим там размышлять? А что нам самим там что-то думать? Ну, нас же много, кто-нибудь, да, поразмыслит, кто-нибудь, да, подумает, кто-нибудь что-нибудь, да, сделает. И мы как бы соглашаемся со всем этим. И незаметно, да, вот если мы вот разберем вот эту таблицу, часто вот эти злые люди для своих корыстных целей, они кого используют? Они используют часто именно глупцов, давая им какие-то движения, давая им какие-то определенные направления, определенные идеи, бросая какие-то лозунги или какие-то звучные клише, которые глупые люди, не размышляя, не размышляя, как-то это принимают и особо не задумываются. Продолжение следует...